На состоявшемся в неочередном 21-м заседании Думы Артёмовского городского округа депутаты присутствовали полным составом. Ведь на повестку были вынесены очень важные вопросы. Кстати, одним из которых был и вопрос напрямую касающийся в целом дальнейшей деятельности действующих депутатов. Но обо всём по порядку. В начале заседания глава Артёмовского городского округа Ольга Кузнецова озвучила главные предпосылки, послужившие созыву этого заседания. Главе Артёмовского городского округа поступило заявление обращения депутатов против созвать на 20 декабря 2012 года в неочередное заседание Думы Артёмовского городского округа. Так, уважаемые коллеги. И по решению постоянной комиссии по экономическому вопросу, бюджету и налогам из протокола зачитывая решили предложить Думе Артёмовского городского округа созвать на 20 декабря 2012 года в неочередное заседание Думы по данному вопросу 19 декабря 2012 года провести совместное заседание постоянной комиссии. Итак, на основании данных документов выпущено постановление главы Артёмовского городского округа о созыве неочередного заседания Думы Артёмовского городского округа. Ознакомив депутатов с порядком решения вопросов, глава Артёмовского городского округа предложила проголосовать за данный проект и принять его за основу. Проголосовав единогласно, депутаты приступили к работе. И следующим вопросом, который рассматривался депутатами на протяжении практически восьми месяцев, стало внесение изменений и дополнений в устав Артёмовского городского округа. Надо сказать, что именно в этом вопросе депутаты никак не могли прийти к консенсусу. Расколовшись на два лагеря, одни за, другие против, и те, кто был против своими действиями, а точнее, либо полным игнором, проходивших заседаний, либо полным отрицанием в пользу решения данного вопроса, тем самым оказывали давление на работу властей, комментируя эту ситуацию следующим образом. Вопросы, которые поставили первым, шли до конца. Мы исходили из того, что это вопрос политический. Помнится, когда мы с вами говорили о том, что идет раздрай в работе, думая, о том, что нас не слышат, то действительно я предложил, что я обращусь к прокуратуру, потому что на протяжении многих месяцев вопрос по уставу никак у нас не проходил. Я обратился в местную прокуратуру, в областную прокуратуру. Я думаю, что та группа депутатов, которая, у нас шесть депутатов, которые были принципиально против того, чтобы пока не вносить изменения в устав, сейчас могут изменить свою точку зрения. Мы должны на реакцию со стороны руководства области, которое верит в то, что будет консолидирована работа депутатского корпуса, что будет эффективный, сильный сетименеджер все-таки избран нами, что кончится кадровая чехарда как в администрации, так и в руководстве администрации. То я думаю, что на это внимание мы, наше депутатов, должны ответить тем, что сегодня будем голосовать за проведение соответствия устава, что опыт мы с федеральной заказовательством. Не поняла, зачем нужны были демарши. Когда у нас это регламент было и по процедурам, мы имели право с самого начала поставить вопрос об изменении устава и постепенно идти, может быть, к концу как раз бумом, эти вопросы бы прошли об отмене сети-менеджеров. Этот вопрос мы, наша фракция, предлагали сразу и конкретно обращались к Абзаму Абляровичу. Не поняла, зачем нужны были демарши. И вопрос этот, в общем-то, поставлен был. Ольга Николаевна поддана этот вопрос был. Абзам Аблярович тогда не среагировал, а потом начались демарши. Хотелось бы услышать. Из 21 заседания Думы присутствовал на 6. И после этого, когда человек отсутствовал на заседании Думы, которые именно рассматривали вопрос по уставу, и голосовал изначально против изменений в устав, значит, подает в прокуратуру. Удивительно, но это именно так. И те депутаты, которые за устав, за изменение устава, из-за изменения структуры власти, все депутаты, все 20 абсолютно за это. И поэтому в плановом порядке я соглашусь с Дмитрией Ивановной. Мы могли бы работать, и уже мы, может быть, приняли эти изменения в устав, потому что это идется 3 месяца. 7 месяцев или 8 уже. Но мы занимаемся этим вопросом. А сейчас я предлагаю урожаемые депутаты перейти к процедуре голосования. В результате голосования 17 депутатов отдали свои голоса за внесение изменений в устав Артемовского городского округа. Но три депутата воздержались, по сути, сказав свое «нет». Стоит отметить, что эти трое были как раз из шестерки изначально несогласных. А ведь депутат Шарафеев в своем выступлении, можно сказать, поручился за своих единомышленников. Мы пришли к депутату, должны ответить тем, что сегодня будем голосовать за приведение соответствия устава, что мы с федеральными заказовательствами. Малыш Александр Петрович. За. За. Радмал Владимир Глубьевич. За. Пономарев Михайлович. За. Арсен Владимир Степанович. Продержался. Шарафей Павдан Вагнад. За. Кожевина Ильина Евгеньевна. За. Волоколин Александр Сергеевич. За. Турбатурин Петерин Евгеньевич. За. Петрова Татьяна Владимировна. За. Гореева Лорисовна. За. Кузнецова Ольга Борисовна. За. Трофимов Константин Михайлович. За. Чеботарева Ольга Николаевна. За. Дмила Владимировича. За. Горбунов Аннария Александровича. За. Саутин Иванович. За. Артурент Леонид Николаевич. За. Сыроча вас. Котлова Екатерина Ивановна. Но стоит отметить, что голоса троих воздержавшихся не повлияли на исход голосования. И решение о внесении и дополнении в устав Артемовского городского округа все-таки было принято большинством депутатов. Далее единогласно было принято решение о рассмотрении результатов публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Думы Артемовского городского округа об утверждении бюджета ОГО на 2013 год. А вот само утверждение бюджета и голосования стало следующей темой для дискуссий. Так одним из горячо обсуждаемых стал вопрос о финансировании объекта образовательной сферы. Вопрос о реконструкции здания лицея 21, он вообще сам по себе возник недавно, месяца три, как ему. Раньше мы планировали о строительстве спортивного зала. Что сделано за этот период? За этот период сделан эскизный проект. И в данный момент мы планируем оформить землю, подготовить кадастровый паспорт в течение 2013 года и подать заявку на подготовку проекта. На какие финансы мы рассчитываем? Первое – это внебюджетное средство лицея. С 1 января лицей переходит на автономное образовательное учреждение. И третье – это средства, которые мы получаем по комплексу мер модернизации образования. Это и федеральные средства в том числе по комплексу мер на модернизацию образования. Эти средства, информация об этих средствах дополнительно поступает где-то в феврале месяце. Таким образом, за счет этих средств мы освободим местную часть местного бюджета, сделаем перезвижки и будем эти средства на эти действия направлять. Вы должны рассмотреть деньги из местного бюджета. Сколько у вас небюджетных будет денег в лицее? Какая сумма вы рассчитываете? Вы говорите, что с 1 января небюджетные деньги. Я знаю, что по предварительной оценке, чтобы сделать проект, это надо 3 миллиона с лишним. Поэтому о чем, каких небюджетных там говорить? Там копейки будут, ну сотни тысяч там какая-то. Провести реконструкцию здания по мере 40, потому что оно не соответствует требованиям вообще образовательного учреждения. И нам же в этом проекте не будет запланировано строительство спортивного зала. Вообще проектирование будет возможно только после того, как нам передадут в муниципальную собственность тот объект, который расположен на данном сайте. Сами его отдали. Пусть его отдали. Не мы его отдали. Вы его отдали, уважаемый депутат. Да, что вы с вами. То есть мы сейчас решаем вопрос возврата этого объекта в муниципальную собственность. И параллельно будем решать вопрос формирования земельного участка. Только после того, как будет сформировано земельное участок, можно будет начинать работы по проектированию. Еще одним финансово важным вопросом стала расходная часть на организацию муниципальной газеты. Я задал вопрос по расходу на организацию муниципальной газеты «Автонские рабочие». И считаю, что те деньги бюджетные, которые выделены на это, достаточно велики. На вчерашний день я запросил заключение контрольного органа по результатам проверки используемых бюджетных средств, проведенных в 2010 году за восьмой год. И попросил по запросу финуправления, кто же предоставил мне отчет по финансово-казательной деятельности муниципального учреждения издателей. Из этих заключений видно, что финно-органы, что контрольные органы, что финансово-казательная деятельность в издателе в Артемсково-Рочи ввелась со многими достаточно серьезными нарушениями. На тот год убыток от газеты составил 1 млн 220 тысяч. Это только прямых убытков на бюджетных денег. Плюс были преференции. Преференции в бумаге, 200 тысяч уделялось на это самое. Плюс преференции в предоставлении помещения из дома, за аренду которого можно было получить до 200 тысяч в год. И на то время составило 1 млн 670 убытков. Из них зарплата только 70% на заработную плату. То есть на сегодняшний день это впечатление такое, что мы выделяем бюджетные деньги для того, чтобы проплачивать никому не нужные. Ну не то, что никому не нужные, да. И еще хотел сказать, что 36% в газетах только публиковалось официальной информацией. Для чего мы держим эту газету. То есть я считаю, что вот этот прямой убыток при экземплярах 2000 на 2008 год и при тираже 500 экземпляров на 2013 год с бюджетом в 2 млн примерно. То есть бюджет плюс не бюджет. Считаю, что это просто разточительство. Результатом обсуждения данного вопроса стало голосование об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2013 год, в котором 18 депутатов проголосовало за утверждение и только два воздержалось. По вопросу об утверждении генерального плана поселка Буланаш депутаты приняли решение создать комиссию и перенесли рассмотрение данного вопроса до 27 декабря. О предложениях Думы Артемовского городского округа по включению в план работы счетной палаты АГО на 2013 год голосование прошло с одним воздержавшимся. И в завершении заседания по вопросу об участии депутата Думы Артемовского городского округа в работе конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы счетной палаты Артемовского городского округа была избрана Татьяна Тертарьян. Продолжение следует...